Орбан приедет в Киев? У Путина заканчиваются деньги на войну? И чего Китай хочет от Украины? Об этом поговорим с экономистом Олегом Пензиным. Начать хотелось бы с, возможно, довольно неожиданного вопроса, но все же. Мы знаем, что одним из главных союзников России в Европе является Венгрия. И, на ваш взгляд, что в этом больше? Это некое родство режимов или тут чистый прагматизм? Я бы не назвал Венгров союзниками Российской Федерации в Европе. Я бы назвал Венгров людьми, которые очень специфически понимают свои национальные интересы. Они максимально стараются финансово выдавить все абсолютно возможности, которые позволяют им получать хотя бы какие бы то ни было преференции для Венгрии. Они очень хорошо доят Брюссель. Они единственные со стороны Евросоюза получают российскую нефть абсолютно легально, потому что в санкционном пакете трубопроводная нефть по трубопроводу Уренгой, Памар и Ужгород, так называемый нефтепровод «Дружба», он выведен из-под санкционных ограничений. Венгрия – это единственная страна в Европе, которая первая начала рассчитываться за газ с россиянами российскими рублями. Венгрия – это та страна Европы, которая заключила долгосрочный контракт с Российской Федерацией на очень выгодных условиях с РАО «Газпромом». При этом, если внимательно посмотрим, то все 10 пакетов санкций были Венгрии согласованы. То есть Венгрии никоим образом не противоставляют себя Евросоюзу, а в каждом пакете ищут свой маленький дешефт. Поэтому я бы относился к отношениям Венгрии и России именно с этой точки зрения. Там нет ничего, кроме очень жесткого прагматизма и желания заработать. Некоторые высказывания руководства Венгерской республики, то есть некоторые высказывания господина Орбана, они очень хорошо льют воду на мельницу в российской пропаганде. Но нужно понять, что это Орбан говорит не для русских. Это Орбан говорит для собственной националистической силы в стране, которая в действительности является достаточно сильной. И с точки зрения поездки Сиярта, например, в Российскую Федерацию, как, по-моему, он единственный министр иностранных дел, который приехал в Российскую Федерацию с Евросоюза после начала активной фазы боевых действий. В чем еще гешефт в Венгрии? Вот вы вспомнили о нефти, да? Что это еще? Газ? Что еще может быть? Ну, в первую очередь, энергоносители. В первую очередь, энергоносители. Раз. Во-вторых, венгерская ядерная электростанция принадлежит Трава Газпрому, принадлежит Траватому, она небольшая, но она дает львиную долю электрической энергии для Венгрии. А вот, чтобы мы с вами понимали, киловатт-час, средняя цена киловатт-часа в Европе, где-то порядка 40 евроцент. Это где-то, ну, 40-45, да? Это где-то... 17-18 гривен киловатт-час. Наши с вами... Да, мы платим гривна 67. Ну, чтобы мы вот сравнили, да? Наша промышленность платит 4 гривны. 4,5, и это без транспортировки. С транспортировкой под 6. И мы говорим, что это очень дорого, и просто мы там, ну, умираем с такими ценами. Они платят 17 гривен. Поэтому для них киловатт-час – это, ну, вау. У венгров нету своих энергоносителей. Все то, что они у себя запитывают – это все импорт. То есть вот это основная, как бы, их зависимость. Ну и, естественно, как бы переработка. У них же нефтеперерабатывающих заводов, ну, полтора, считайте. Один большой с хвостиком. Это их моловская сеть, вот, которая очень сильно влияет на принятие политических решений, на финансирование там политических сил. Появилась информация, что готовится визит Орбана в Киев. О чем может Орбан разговаривать с Зеленским, Шмидалем? Ну, во-первых, я думаю, что будут в определенной степени отголоски поездка Сеярта в Москву. Я думаю, что это будет какие-то… Ну, подталкивать Киев никто не может. И подталкивать Киев никто и не будет. Тем более, Орбан явно на сегодняшний момент не в той весовой категории, чтобы подталкивать Киев к мирным переговорам с агрессором. Но я думаю, что пакет какой-то он однозначно привезет, и какие-то неформальные разговоры он будет вести. Сто процентов. Но, понимаете, тут же у нас как бы есть… Если американцы себя ведут подобным образом, и у американцев есть какие-то мысли по этому поводу, и то они подчеркивают, что все вопросы будут принимать решения исключительно в Киеве. Тут точно не Орбан будет… Да, скорее всего, есть определенное желание. Понимаете, Ордоган сейчас очень сильно занят своими собственными проблемами. У него после вот этих вот землетрясений, ему физически нет до каких-то там политических маневров. Хотя, конечно, у Ордогана желание быть региональным лидером не исчезло. У него как бы естественно есть… Вот заметьте себе, да, всегда стараются быть примирителями те страны, которые стараются усидеть на двух стульях. Турция, которая помогает активно Российской Федерации обходить санкции, и на пляжах, которые активно отдыхает огромное количество россиян. Турция, которая будет строить ядерную электростанцию с активным участием Росатома. Правда, мне сложно представить, где это будет происходить в связи с этими толчками. Я думаю, что это все очень здорово может сейчас подвиснуть, но тем не менее переговоры были. Венгрия, которая тоже старается активно усидеть на двух стульях, и тоже ищет себя как некого примирителя регионального лидера. Я думаю, что вот с этой точки зрения поездка Орбана в Киев вполне возможно и будет носить вот именно такой политический характер, примирительный. Хотя, я думаю, это совершенно бесполезное мероприятие. Но мы все это услышим на пресс-конференции по результатам приезда Орбана. Но мне кажется, что на сегодняшний момент это… Да, у нас есть какие-то определенные экономические вопросы, но Венгрия на сегодняшний момент точно не являются стержнем финансовой экономической помощи или военной. При этом, если мы посмотрим, сколько раз и президент, и премьер-министр Польши был в Украине, а сколько раз сюда появлялся премьер-министр, скажем, Венгрии, то мы понимаем, кто для Украины в действительности сегодня самый главный партнер и друг. Поэтому, вот в этой части Европы. Поэтому, я думаю, что там исключительно будет попытка доставить в Украину какие-то там предложения. Причем, заметьте себе, едет Орбан, потому что, я думаю, что у Сеярта даже не получилось бы разговора с Зеленским. Орбан едет для того, чтобы поднять уровень переговорного уровня. Хотя, еще раз говорю, вот в той ситуации, в той конфигурации, которая сейчас есть, при том, что впереди весна и впереди действительности мы активно ожидаем дальнейшего освобождения украинских территорий, я думаю, вряд ли сейчас кто-то будет даже теоретически садиться на то переговоры. Я думаю, что крест на переговорах возник в тот момент, когда, окончательно, когда россияне присоединили к себе формально Луганск-Донецк, Запорожскую и Херсонскую область. Ну, это же полный бред, извините, ну, стопроцентно. Сделать такую чепуху – это просто. При том, что ни Херсон, ни Запорожье на сегодняшний момент не являются оккупированными. Ну, это анекдот. Тем не менее, вот это произошло, поэтому это поставило окончательный крест на любых переговорах. У меня глубочайшее мнение, что переговоры невозможны в принципе, в связи с непремиеримыми территориальными противоречиями. Прошло уже более года с момента полномасштабного вторжения России в Украину и пять месяцев, как была в России, объявлена так называемая частичная мобилизация. Можно ли уже подвести какие-то предварительные итоги того, как вот эта вот мобилизация и война повлияли на экономику России? Ну, смотрите, мобилизация – это является еще одним отягощающим фактором, который сегодня формирует те экономические ожидания, которые есть в Российской Федерации. То есть война, да, война – это та основная причина, которая загнала сегодня экономику Российской Федерации в очень тяжелое положение. Я сейчас объясню, о чем идет речь. Просто частичная мобилизация, которая формально продолжается и сейчас, она является тем элементом, который как бы отягощает общее протекание вот экономических процессов, которые сегодня есть. Смотрите, с моей точки зрения, наиболее индикативным, наиболее, скажем, показательным является ситуация с бюджетом Российской Федерации. В 21-м году, когда формировался бюджет, он был сверстан россиянами на 22-й год с профицитом в 3 триллиона рублей. 22-й год они закончили с дефицитом в 3,2. То есть от профицита в 3 пришли к дефициту в 3,2. При этом в ноябре месяце РАО «Газпром» сделал одноразовый платеж в бюджет в размере 1 триллиона. То есть реально дефицит не 6,2, а 7,2, грубо, если считать. Берем 23-й год. В 23-й год Дума сверстала и утвердила бюджет с дефицитом в 3 триллиона рублей. За январь месяц у них дефицит 1,8 триллиона. То есть за январь месяц они сделали дефицит, который является более 60% общегодового. То, что они сейчас проводят сначала информационную кампанию, а потом уже эта кампания будет подкреплена позицией налоговой службы, они хотят сделать так называемый разовый платеж от российского бизнеса в бюджет для погашения дефицита. Ну, приблизительно то же самое, что сделал РАО «Газпром». Просто нужно понимать, что РАО «Газпром» – это государственная кампания. Частный бизнес – это частный бизнес. Выступая перед национальным собранием, их президент очень жестко прошелся по российскому бизнесу, по олигархам. Это же не просто слова, это сигнал, это как бы информация о том, что, скорее всего, этот бизнес будет сейчас очень жестко финансово доиться. Но я думаю, что в любом случае это не сильно спасет бюджет, не сильно спасет. Причем мы должны понимать, что такой сумасшедший дефицит образовался в первую очередь за счет того, что с 5 декабря они ввели очень серьезные ограничения, Европа, Америка. Ввели ограничения на эмбарго нефти в Евросоюз и прайс-кап – максимальная цена по нефти для третьих стран. Причем, наверное, вы не в курсе, есть очень интересный момент. У индийцев, основных покупателей российской нефти, они вынуждены были остановить самый крупный государственный нефтепрерабатывающий завод. А знаете почему? Контрактная цена является тайной. То есть на сегодняшний момент публикация контрактной цены по индийскому законодательству запрещена. Но страховые компании, а это, как правило, британские страховые компании, и судовладельцы танкеров, танкерного флота, как правило, греки, которые ввезли всегда эту нефть, они же влетели в европейские санкции, где четко сказано, что страховая компания и судовладелец имеет право заключать контракт только в том случае, если есть четко подтвержденные данные, что контрактная цена на нефть российскую не выше 60 долларов за баррель. А индийцы не могут открыть, потому что по индийскому законодательству это коммерческая тайна. И у них сейчас стал завод, потому что судовладельцы и страховики отказываются ввести нефть, потому что они попадают под европейские санкции. Сейчас они активно ищут пути выхода из этой ситуации, но просто нужно понимать, что санкции действуют. То есть если у кого-то есть там иллюзии, что там санкции не действуют, очень хорошо действуют. И вот этот, да, нужно же понимать еще, что 5 февраля вошли санкции на нефтепродукты. Нефтедоллары это 35% российского бюджета. 35% российского бюджета. Поэтому вот этот вот сумасшедший дефицит, это как бы вот первая ласточка. И скорее всего по февралю будет реакция на введение санкций по нефтепродуктам. Я думаю, что глубина падения будет еще больше. Возвращаясь к мобилизации. Анализируя процессы, которые происходили в российской экономике, можно четко сказать, что появились очень интересные моменты. Которые как бы... Летом прошлого года в России было 13,5% безработицы. Сейчас у них официальная безработица где-то на уровне 2,5-2,8%. Казалось бы. Слушайте. Проблема в другом. Проблема в том, что у них острейший дефицит высококвалифицированных кадров. Они сегодня не могут запустить очень многие маркерностроительные предприятия, ремонтные по восстановлению этой поставленной на консервацию советской военной техники, потому что у них нет станочников, у них нет на сегодняшний момент высококвалифицированных специалистов по обработке металла. У них нет рабочих. Они все поуезжали. То есть первое очень серьезное последствие частичной мобилизации заключалось в том, что с Российской Федерацией побежали в первую очередь те, а они же границы не закрыли, у них же мобилизация частичная, побежали те, кто хоть каким-то образом имели конвертируемые специальности, то есть которые были востребованы хоть где бы то ни было. Хоть в Казахстане, хоть в том же Китае, в Индии, где угодно. То есть в той же Грузии, или в той же Армении, или в той же Турции. Собственно, проблема возникла в том, что у них на сегодняшний момент острейший дефицит квалифицированных кадров. При том, что у них здорово позакрывались предприятия, и несмотря на вот это закрытие предприятий, у них все равно не хватает кадров. Так что вот в этой ситуации это очень плохой звоночек, потому что подготовить квалифицированного кадра за год-два невозможно. И государство на обучение квалифицированного рабочего тратит 5-7 лет. У них точно нет этого времени. Экономика России на сегодняшний момент в действительности находится в очень тяжелом положении. И ресурсно, мне так кажется, они надолго войну не протянут. Почему? Потому что, когда мы с вами говорим о дефиците бюджета, мы должны понимать, что дефицит бюджета это основной источник финансирования социальных затрат. нужно вспомнить, что 2024 год это год выборов у них. Нынешнее политическое руководство Российской Федерации должно к этим выборам прийти точно с какой-то победой. Оно точно должно прийти с успехами. И ни в коем случае не уменьшая социальную подпитку тех слоев населения, которые наиболее активно ходят на выборы. Молодежь-то на выборы не идет. На выборы идет 45-50+. То есть те, кто наиболее активно сидят на социальной помощи. Пенсионеры. Эти отряды Путина, если мы видим периодически. Люди, которые точно не уедут искать за границу лучшей жизни. И вот представьте себе перед выборами убрать у них социальную поддержку. Это будет очень сложно. Это будет тяжело. Это будет куча недовольств. Поэтому мне кажется, что сегодняшнее политическое руководство реально сидит на шпагате. Да, они сейчас провозгласили уже я свижу это. Все для фронта, все для победы. Бред сивой кобылы. Все ждали, что Путин к обращению к национальному собранию хоть что-то внятное скажет по поводу будущей мобилизации. Опять же ничего. Это очень непопулярно. Он боится это делать. Слишком много смертей. Слишком много проблем. Поэтому я так думаю, я так думаю, что в России ситуация в действительности намного хуже, чем мы можем себе представить. Ну вот, давайте посмотрим с другой стороны на всю эту историю. Явно российское руководство заканчивать войну не собирается. Единственное, чем она может подпитывать боевые действия, это пушечным мясом, которое садить, вот как вы говорите, на кусок железа с мотором. ЗЭКов почти выгребли, безработных выгребли, специалистов одни убежали, другие закрывают критически важные направления и забирать их смерть и подобно. Кто тогда остается? Молодежь? И в таком случае какие там может иметь последствия социальные и экономические? Ну, молодежь сидеть ждать не будет. Молодежь активно драпает со страны. А те люди, которые хоть имеют какую-то копейку, за последних несколько месяцев вывели 4 миллиарда долларов с Российской Федерации. Ну, то есть каждый спасается как может в этой ситуации. Вы же должны это понимать. Формально Российская Федерация может там объявить всеобщую мобилизацию призвать там на воинскую службу и 5,6 миллионов человек. Вопрос-то не призвать, вопрос вооружить. Вопрос одеть, прокормить. То есть когда мы с вами говорим и мы часто слышим Боже, такой мобилизационный потенциал, нужно просто прекрасно понимать, что мобилизационный потенциал напрямую упирается в техническую возможность сделать из этого призванного воина, а если мы абсолютно четко понимаем, что уже сегодня у Российской Федерации есть очень большие проблемы с боеприпасами, дело в том, что Российская Федерация никогда не делала пороха в том количестве, которым нужно. То есть болванку-то выточить можно. Без порохов вы ничего не сделаете. С порохами всегда были очень большие проблемы. Поэтому это еще один момент, который как бы существенно ухудшает возможность Российской Федерации воевать. Я думаю, я думаю, что в том или ином виде все будет понятно в ближайшие 3-4 месяца. Объясню, почему. Во-первых, у Украины это окно возможностей однозначно. Тут же еще нужно понимать, что для того, чтобы увеличивать поддержку, нашим партнерам нужны победы. Украинские победы. И если мы будем демонстрировать, кстати, об этом американцы говорят и европейцы, мы должны демонстрировать успехи по освобождению своих территорий. Что-то мне кажется, что во вторую зиму война входить не будет. Что-то мне так кажется, опять же. Ну, посмотрим. Поэтому еще раз повторяю, вот с ресурсной точки зрения у россиян будут проблемы. И тут я с господином Будановым в какой-то степени согласен. Он на некоторые другие вещи акцентирует. Я смотрю с экономической точки зрения. Россия очень богата сырьевым ресурсом. Но она в мировом разделении труда экспортер голого сырья. Ну, то есть, чего проще? Возьмите айфон, разберите и постройте у себя на территории производство айфонов. Так не получится еще. У вас нет элементной базы. У вас нет экрана, у вас нет аккумулятора, у вас нет процессора, у вас ничего нету, у вас все импортное. При этом, если мы с вами внимательно посмотрим, то американцы сейчас резко сократили количество электронных электронного импорта, который может идти в Китай. Резко ужесточили вопросы, связанные с поставкой, например, процессоров из Южной Кореи, с Тайванем. Потому что там сидят американские компании, Китай. И в действительности констатация фактов по отношению к китайскому руководству с перспективами поставки летального вооружения в Россию это констатация факта, это не угроза. Это нужно понимать, что во-первых, европейский и американский рынок для Китая это 45% внешнеэкономического оборота. во-вторых, нужно понимать, что Китай, приходя на европейский рынок, он конкурентен. То есть европейцы заместить китайские товары могут. Китайцы со своим товаром не денутся никуда. Рынков другого нет. нету. Ну и у Китая тоже есть куча своих внутренних проблем. Не просто так они вышли с этой, на мой взгляд, не до конца продуманной этими десятью предложениями по миру. Тем не менее, мир психологически сегодня настраивается на то, чтобы войну закончить. И мы это увидели. То есть мне кажется, что сегодня весь мир понял, что победить в этой войне Россия не может. А если Россия не может победить в этой войне, нужно каким-то образом, причем, опять же, вот эти последние заявления Путина по поводу того, что если будет проигрыш, исчезнет российская нация, это, опять же, скорее подогрев внутреннего потребителя, внутреннего националиста, чем работа на внешней. И в какой-то степени это обоснование возможности использования ядерного оружия. Но это скорее угроза. Я не думаю, что они Китай не даст. И не только Китай. То есть это в действительности красная линия для всех. Поэтому как бы ну ждем, мы верим в это дело однозначно, потому что экономическая ситуация в Украине плохая. Я не буду о ней говорить, и так понятно. И нам нужно начинать восстанавливаться. Нам надо заканчивать войну победоносно, однозначно. спасибо большое за комментарий. Хорошего у меня. Да, спасибо. Спасибо.